Обязательно вывешиваем информацию по поводу материалов и вы можете... Небольшие, да? Ну, в плане того, что права не права, Федерация в этот раз оплачивает полностью все там, да, и прием гостей, и как бы немножко беспокоиться о том, чтобы не было у нас нефункционированной потом продажи. Из-за этого, да, то есть не из-за того, что там кто-то хочет вас лишить каких-то знаний, не из-за этого, просто есть вероятность того, что часть информации будет потом распространяться, да, за деньги, что не приемлемо. И поэтому Хабиров Алексей Викторович предупредил, что если в следующий раз, ну, как бы, если в этом случае, да, то есть если будет не такая информация, я это попросил, то есть видеосъемка свободна, вы можете снимать, но большая просьба не делать на этом... Мы будем постоянно. Тем более, что на этом не сделать, потому что мы планируем, что все равно видео профессиональное с этого семинара, оно будет выложено на веб-сайте в свободном доступе, как только будет готово на сайте Федерация, поэтому я думаю, что здесь... Просто из-за уважения к людям, из-за уважения к организаторам, чтобы расшираться, чтобы этого не было. Просто вижу с тобой, пожалуйста, там, в качестве свободного настроения не можете там использовать, но, пожалуйста, уважайте наш труд и труд Федерации, и не опускайтесь до вас, до мелкоуголовного характера, скажем так, да. Это вот, это просьба. И еще у меня просьба к вам, то есть у нас приоритет две камеры. Вот две профессиональные камеры, раз, и вторая, которая меня снимает, сейчас я передам привет всем родственникам. Это приоритет, поэтому просьба не мешать операторам, то есть они будут стоять, да, и снимать основное действие, вот, все остальные, кто ведет съемку, пожалуйста, да. И еще, когда мы будем какие-то объяснения сейчас делать, да, пошире становитесь, чтобы всем было видно, я постараюсь погромче говорить, вот, ну и, соответственно, попробуем работать в этом ключе. Хорошо? Хорошо. Все, если нет вопросов, давайте сейчас мы начнем потихонечку от семинара. Ну, мы будем вверх, чуть-чуть вверх, да. Да. Пожалуйста, давайте начнем. Саджет, пожалуйста. Саджет, пожалуйста. Камера, по-моему. Саджет, пожалуйста. Саджет, зря. Саджет, зря. Саджет, зря. Зря. Готи! Сейчас можете немного подойти, сесть поудобнее, и Эдсова немного расскажем о целях нашей стабильности. Сначала 10 минут, чтобы рассказать, в чем основная задача нашего семинара. Идея была начать дать самую мнение от не очень плохих тренеров. Сейчас мы стараемся сделать общее понимание, общее мнение от людей, которые не очень плохие тренеры. Потому что обычно всегда на международных соревнованиях мы дискутируем между собой, то есть да, у нас есть встречи, где мы обсуждаем разные вопросы. Каждый делает акцент на качестве дзюдо. На качестве, на качестве, на качестве дзюдо. О том, что дзюдо очень важно. В этом случае, в этой маленькой дискуссии, мы понимаем, что это было реально время, чтобы думать, чтобы больше встречи. И в этих маленьких дискуссиях, маленьких разговорах, встречах было принято решение о том, что нам нужно больше об этом дискутировать и сделать из этого больше такие более серьезные мероприятия. Идея главная идея была от президента ЕДЖУ Сергея Соловичука. И была идея в том, чтобы сделать уроки, да, совсем простые уроки дзюдо, которые бы можно было в школах вводить. Не для тренеров по дзюдо, да, а именно для преподавателей в школе. Чтобы они могли давать детям фундаментальную такую базовую информацию о дзюдо, и не все дзюдо, да, а именно небольшие знания такие базовые, чтобы они потом в дальнейшем могли выбирать клубы такие как этот. Первый этап уже закончен, но вы должны тоже, да, вы знаете, что не так легко научить дзюдо людей, которые занимались. И это значит, что следующий этап – это использовать вас, использовать учителя, чтобы идти близко к учителям, чтобы дать знания, чтобы сделать первый этап. Поэтому на первом этапе очень важно, чтобы вы, как тренеры дзюдо, да, были близки к учителям в школах, да, чтобы вы могли делать те первые шаги, чтобы показать эти фундаментальные принципы. Нам не нужно организовывать школы дзюдо, самих школах, да, вообще образовательных. Просто нужно уметь дать некоторые фундаментальные знания, например, кто такой дзюдо, что такое дзюдо и так далее. До того, как вы пришли сюда, у вас было, да, расписание нашего семинара. То есть это была идея, да, показать вам, в чем заключается первый, второй, третий шаг, там, обычно, да, уроков. Но здесь сейчас, как бы, у нас будет интерпретация каждого из преподавателей, как они, да, могут эти уроки давать в их стиле, да, в зависимости от их стиля. Я уверен, что они следуют основной идеей в драфте, как, например, гриб, а потом движение, а потом начинают третий шаг, о том, как технике, фронт, статик, а потом движение, а потом... Но такой же технике, это в зависимости от них. Естественно, что будет базовая идея, да, о том, что, как бы, вот, будем по расписанию двигаться, но разница, да, в технике будет уже, как бы, от них, от самих исходить, да, то есть если какие-то различные будут. И будьте готовы пробовать все, потому что сейчас мы будем, да, то есть каждое упражнение мы будем объяснять, а потом нужно будет его пробовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мыیں поговорим о... ...салют... ...доброе утро. ...доброе утро... ...доброе утро. ...доброе утро. ...доброе утро. Сейчас произойдет, и мы начнем с элементарных вещей, такие как паклом, то есть что это такое... И так далее, пойдем с перемещений. Начнем мы с маленькой разминочки. У вас будет больше места. Добавляйте! Поэтому разгорайте свободнее. Сейчас будем много глипцистов. Позвободнее, позвободнее, сейчас подвинуться друг к другу, мы снимаем. Окей, мы будем в позицию легче флешей. Ноги должны быть мягкие. Другую сторону. Спиной, Сталин. Окей, давай. С東西 на улицу. Решаем. Поехали! 4. Райка. Держи. 5.1. У меня не мат. Нимать и альтернативы. Держи. Гот! Работать! Готов! Поехали! Стой! Внимательно, аккуратно головами. Сели на корточки и отсюда руки сложили. Нужно сделать кувырочек назад. Не кувырочек, а по свине покататься и обратно встать. За пояс и в пояс обратно выйти. Теперь доделаем назад по берегу. Ноги вверх и вверх. Хотел, наносим. Ладо. Поехали! Удовите ремок. Удовите тянули. Удовите. 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 Зелёте локкой. Снимай, что-то линию переходится. Снимай, поставим, короче. Смотреть вперед. И он бэлэ. 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 Окей. Дальше. И я тяну. И я тяну. И я тяну. Окей. Прошу клачу и бэлэ. Он бэлэ. И он бэлэ. Бросаем вниз и делаем. Окей, на самом деле. Деталь, улажь. То же самое с поворотом. Бросаем. Деталь, тетя! Убегайте, оскорьте. Принял. Бросаем. Бросали, пускает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уп! Оп! 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 Давай! Давайте попробуем. Те, кто спереди стоит, просьба чуть-чуть пониже садиться, чтобы задним было видно. Дальше. Те, кто спереди? Два ворота. Две точки, которую... Э! Смотрите! Смотрите! Лицо на ногу. Нет! Вот это! И для лица на ногу. Понятно. Второе. Оп! 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 Первое. Экея conversа! Задание, все равно продолжайте смотреть на ноги, закрыть глаза и просто чувствовать своего партнера. Закрытыми глазами еще лучше получается. Здесь сейчас у нас нету задачи делать это стоп-повторение, поэтому мы немножко быстро идем так, чтобы вы просто для себя зафиксировали те варианты упражнений, которые есть. Как раз это вот те упражнения, о которых я вначале говорил, это те базовые вещи, которые могут даваться в школах. Это не для профессиональных уже там. Но эти упражнения очень важны, потому что здесь вы также можете начать двигаться и чувствовать своего партнера для передвижения. Это очень интересное и очень полезное упражнение. И очень важна роль УКЕ, того, кто помогает вам, да? УКЕ, это значит, что-то натуральное. УКЕ должен двигаться мягко и натурально, да? Это правда слышали это слово. Это естественно. Он не должен делать таких шагов. Обычные шаги, да, обычные. Думайте о том, чтобы просто подойти близко к ноге. Этого достаточно. Больше ничего УКЕ не должен делать. И еще раз попробуйте, с закрытыми глазами то же самое. Буквально 5-6 раз один, 5-6 раз другой. А он будет садиться. Теперь садимся за квадрат. Немножко во время движения толкать. Вытягивать локоть вашего оппонента. Нормально должно быть. Прямая стоечка. И тянуть. И в этот момент делайте подсечку. И в этот момент делайте подсечку. Очень важная вещь. Когда я положу на ноги. Лот поднимаю. То есть у вас практически одновременно. Вы отшагиваете и сразу же в этот момент нога делает подсечку. Без остановки, чтобы это не разбивалось над боками. Это один такт. Стоп. Это будет слишком поздно. То есть у нас есть. По диагонали вытягиваете локоть. И в этот момент делайте подсечку. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Давайте. чемпиод. Или рука касается плеча вашего оппонента. Так как вам позволяет вам понять. Но в этом случае он будет гораздо удобней делать. Первая возможность. Вторая возможность. Мой рябок на аренду, так как я тяню моего партнера. В первой ряду просьба сесть чуть пониже, так как в другом ряду. Теперь обычный захват. Тянем правой рукой, левой рукой толкаем в локоть. Немного движения. И то же самое в другую сторону. Легерно локоть. И немного подтягиваем вверх. Под локоть, то есть когда вы тянете локоть, потом под него немного поддавливать. Так, чтобы партнера немного вверх. Вместе с этим мы собираем локоть, а также поднимаем штатку. Поднимаем штатку. Вверх и проведем штатку. И так же, если вы не поднимаете штатку. Спасибо. Очень важна роль УК, еще раз это напоминает. УК шагает вперед, он не меняет, он не развивает. УК шагает вперед, и готова. Посмотрите на ноги, чуть-чуть, давайте возможно. УК шага тоже помогает ему. Я не так... Он мне помогает, потому что я ему помогаю. УК шагает вперед, это не то, что там... Но задача, видите, чуть-чуть. УК шага начинает делать, УК помогает чуть-чуть, да, дает ему возможность. И немножко сам подпрыгивает, не сильно, но чуть-чуть. Это обоюдная работа, обоюдная. УК должен помогать в истории. Потому что это тоже тайминг. Все техники должны быть в связи с вашим партнером. Да, сейчас Жан-Пьер Тори, но УК тоже должен помогать Тори. Особенно на первых этапах, да. То есть, которые... Тори в этот момент сам, да, должен тоже говорить, что, так, сейчас ты слишком тяжел, да, то есть, если, например, уК не шагает, она делает такие шаги, да, то есть, он должен сказать, нет, сейчас такая работа мне не годится, будь чуть-чуть полегче, там где-то помогает. То есть, это должен говорить Тори. А, еще раз, еще раз. Проблема, еще раз в чем у многих. Слишком закрепощены в плечах. Нужно быть более расслабленным здесь. Плечок. Релакс. Плечок. Релакс. Тистое. Окей. Контроль. Тистое. Контроль. Здесь контролировать просто. Мягко, мягко. Плечи мягкие, расслабленные. Проблема. Вот это будет проблема. Филищет. 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 Закончили. Давай! Окей. Безда всех нужны. Чуть-чуть, когда вы делаете первое движение, у вас рука тянет вперед, потом вторая рука, когда тянет локоть, она чуть-чуть толкает наверх. Если вы будете сразу же тянуть вниз руку, то не получится у вас, да? В этом дисплик наверх. Делаем такое же, да, упражнение из этой точки? Сюда! Это неправильно. Спасибо. Вперед и немножко вверх. Так, не вверх. Просто контролируйте. И из этого же положения сразу же начинаете тянуть и чуть-чуть поддавливать вверх. Чтобы не получалось, что вы тянете вверх, а потом идти вниз. Прямо. Прямо. И локоть немного вверх. Прямо. Очень важна координация между верхней и нижней частью вашего тела. У вас все должно происходить одновременно. Тогда будет правильно. Не должно действовать многие руки от твоей земли. Попробуем. Попробуем. Играет музыка Пониже, чем передние. Приоритет, приоритет, приоритет это быть в связи между нами и без никакого реального упражнения. Мы двигаемся, мы используем упражнения. Сейчас мы делаем упражнение, вы должны это понимать. И очень важно приоритет сейчас расслабить свое тело, сделать более мягким. И чувствовать своего партнера. Это очень важно. Если я нужно использовать 5 энергий. Энергия номер 5. И я использую номер 10. Он не имеет никакого времени. Я должен использовать нужную энергию, для двигателя. Не больше. Не больше. Очень важно. Предположим, если вам нужно всего лишь 5 процентов. 5 позитий, скажем. С 1 до 10. Я использую 5. С 1 до 10. Вот у вас силы столько. Вот если вам нужно для того, чтобы двинуть партнера 5 единиц этой силы, то вы должны использовать только эти 5 единиц. Если вы будете использовать меньше или больше, это будет неправильно. Но это также для будущего. Если мы боремся вместе. И у нас 5 минут. И у нас 5 минутная свадка. И я начинаю использовать больше энергии, чем что необходимо. Потому что если я контролирую вас так, это не полезно, чтобы больше. Потому что это достаточно, чтобы контролировать так. В этом случае я использую только что необходимо, а не больше. Но очень важно с самого начала использовать ровно столько вашей энергии, сколько вам нужно для того, чтобы контролировать ситуацию. Не больше. Вот сейчас я показал пример. Да, если вам достаточно, вы здесь контролируете партнера. Если вы будете больше, то есть это необязательно, но силы вы будете тратить больше, гораздо. Все время, как вы видите, есть группы все время, но если я попробую все время, то я потратил много энергии. Если я потратил просто силу, то это достаточно. Это не очень важно, потому что я потратил энергию на это. Три варианта передвижения. Это то, что было для меня, и я движусь так. Это первый. Это то, что было для меня, Это первое. Потом я lateral, так вот, Дальше, и move like this, then I go back. And move like this, like, okay? And then I must do the same, I must do the same. Hop, like this, like that. Just like that. In this case we do in that way we don't used to move here. We move from here to there. Everyone do the same. Делаем сейчас передвижение от этого края к тому краю, делаем сначала один Первое это то упражнение, которое мы делали в самом начале Второе это то, что мы делали здесь Все время это ошибка И третье Третье Хорошо Вдруг Второй Вдруг Давайте сюда Вдруг Нога все время работает как подсечку. Одинаковые движения ногой. Везде одинаково. Везде одинаково. Руки также работают везде. Везде одинаково. Везде одинаково. Везде одинаково. Еще, еще. Еще, еще. Перед тем, как мы сделаем 5-минутный перерыв, когда вы делаете разминку, когда во время разминки очень важно также туда вставлять упражнение для ног. Это нехорошее, это сейчас плохой пример показывается. Все время вы должны создавать пространство для того, чтобы использовать свои ноги, чтобы у вас было здесь, если вы будете просто на месте делать, здесь нету силы, нету пространства для того, чтобы использовать свои ноги, и недостаточной энергии для того, чтобы сделать красиво. Вы должны создавать пространство и использовать все ваше тело. Когда вы делаете шапсорн, вы должны переносить все ваше тело. Таким образом, я могу очень легко налить. Так и правильно. У вас здесь нет силы, здесь нет силы для того, чтобы использовать. Вы должны естественно двигаться. Таким образом, если вы двигаетесь назад, как положено. Таким образом, вы переносите свой вес и используете все свое тело. Снимать во все Otherwise. Для того чтобы ты у . У нас это не так. Мы двигаемся на твер moi5000 отдыхают. На тверzinho. Это gardening чему sabes это? У нас будут никак실� takeaways. На 골라 на mesa с областью И это helpsечение создать ног по другому сути. Сейчас делитесь только на тверке. У нас Puой является момент рая点. Вы должны держать вес своего тела на опорной ноге, для того, чтобы вторая нога свободно действует. Дальше. Когда нога с опорой... Стоп! Это неправильно. Если вы будете делать на раз-два, это неправильно. Это должно быть в один момент. Когда вы делаете шаг, вторая нога должна делать движение. На революция. Один, два, три, четыре. На революция, это же так. Один, два. На революция, это же так. Я положу ногу на ногу, на ногу на ногу. Дальше. 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 В этом вопросе, как они работают вместе с их детей. 8, 9, 10 лет. Как это возможно сделать те, что они должны работать вместе? Это важно. Это не только результаты. Это не только, что это был мой хороший процесс. Нет, это был наш хороший процесс. В этом случае, обычно, в клубе, мы учим, чтобы дать ответственность к другим, а не к другим, а к другим. Очень важно, как научить детей, 6, 7, 8 и старше лет, взаимодействовать между собой. Потому что очень важно понимать, что здесь работа и результат, это не результат только одного торик. Это обоюдный результат. Это результат в паре. Работы в паре. И обычно, например, я сказал, что вы в клубах, учат именно взаимодействовать. Именно понимать, что это не только моя работа, это наша общая работа. Это большая ошибка, когда вы требуете результата только от одного человека, тот, кто выполняет упражнения. Очень важно, чтобы результат и уровень, качество техники понимали оба, что от обоих зависит. И, как в игре, ставить технические соревнования, как это. Мы в клубах номер 1, мы в клубах номер 2, номер 3, номер 4. Но это не только он тори на первом моменте, а потом я тори на втором моменте. Это наш работа. Это обычный работ, который может сделать хорошие результаты. Это не только он. И поэтому частенько делаются такие соревнования, но не между людьми, а между парами. То есть пара номер 1, пара номер 2, пара номер 3. И дается понимание такое, что это обоюдный результат. То есть соревнуется пара на качестве исполнения приема. Не только один человек, что там, например, сначала он, потом второй. Нет. Оба. Они оба должны взаимодействовать для того, чтобы качественно и хорошо сделать технику. И это очень большой ошибка и для каждого этапа это просто следить за номер 1. Потому что наш команда очень сильная если мы следим всем. Если я дам его, то, 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 то. Если я следую только его, потому что это нашу лучшую, когда он у него или если он уничтожен, то, 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 то. В этом случае лучше дать всех его, его задачу, его задачу. Очень важно также в тренировках давать задания всем и действовать как одной команде. Потому что, например, мы работаем как одна команда, потому что у каждого есть своя задача, каждый выполняет свои действия и таким образом мы действуем. Потому что если вы ориентируетесь только на одного человека, который может быть по каким-то показателям лучше всех на данный момент, то как только он получает что-нибудь травму или каким-то образом вылетает из действия. Все. Со остальной командой перестает. Вот такого нельзя допускать. И никогда не имеем один класс, только один килограмм, только один. Один, 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 для каждого мы должны найти какой-то его возможности чтобы победить. если он большой, например, дай ему и дай ему и прыгай. Потому что для него это легко. Для него это легко. Для него это легко. Для него это легко. В этом случае подумайте, что это может быть возможность показать другим и очень важно в наших группах как правило ребята не одного возраста и телосложения. Как правило, они все разные. Кто-то высокий, кто-то большой, кто-то маленький. И очень важно найти правильную возможность каждому из них реализовать свои силы. Например, кто-то, кто очень большой, он может быть медленный в каких-то скоростных работах, но очень хорош в поднимании тяжести. И каждому нужно давать такие задания и чередовать это все. Так, чтобы каждый мог показать свою лучшую сторону. Это очень важно. Давайте сейчас закончили и 5 минут перерыв. Сейчас будет объяснение по Осотогари. в Узу. В Узу. В Узу. В Узу. очень много техник существует, но при обучении детей с 8 до 12 лет всего лишь несколько используется базовых техник. Из них по Осотогари это одна из них. ух. Ух. В начале обучения в Узу. у Осотогари очень важный момент это ух-кэми. как правильно падать. Поэтому начинается с правильного падения. Ух. Вначале мы делали уширо-кеми, и очень важный момент, чтобы не удариться, чтобы вы своим затылком не ударялись об татами. Это очень важный момент, который вы должны вначале детям давать. Это очень настоятельно нужно учить для того, чтобы сохранить иголу целости. Вначале базовый вариант усатагари. Укадо-сэнсэй в левой стойке стоит, поэтому он будет показывать обучать влево. Кто стоит правой, делаете зеркалочку на правой стойке. Укадо-сэнсэй в левой стойке очень много техник, но высотагари очень легко вытягивать. Что делать влево-сэнсэй в левой стойке? Первый стойке – это опорная нога, которая делает шаг вперед. Она просто шагает вперед, и вы на нее ставите свой вес. Пальцы ног в этом шаге идут прямо. Это неправильно, не разворачиваться. Расстояние примерно в одном стопу. В этот момент вы должны выводить вес вашего партнера на его пятку в той ноге, в данном случае левую. И вот, сохраняя это внимание, да, в голове, то есть вы должны тянуть руками. В этой ноге – это не очень медленно, чтобы вырос на ногу, а потом. Пальцы ног влево-сэнсэй в левой стойке, в зеркалку. Немножко вытягиваем в сторону и подмышку свою закрываем. Цыте – это немного вытягиваем, немного вытягиваем. Руку-сэнсэй в левой стойке. Руку, немножко вытягиваем его наверх. Должен немного подбивать партнеры вверх. Это кузуши. Это кузуши для выведения взаимновесия. В зависимости от разных техник, очень важно выводить вашего партнера в правильном направлении из разновесия. Должение следует... Сейчас мы поделаем упражнение. Ваша задача будет вывести вашего партнера на верновесии и правильно подойти. И еще один очень важный момент, когда вы делаете о сутагаре, подготовка. Выводя из равновесия вашего противника, свой вес вы должны очень хорошо чувствовать. Вы должны быть в балансе, на ноге стоять. Иногда, когда вы слишком много сил опускаете сюда в руки, вы начинаете терять свой баланс. Возвращаясь к словам Жан-Пьера, который вначале говорил о том, что вы должны расслабить свои плечи. Давайте сейчас немножко потренируемся делать вот именно до этого момента. Должение следует... Алло, Сергей Анатольевич, вы договорились? Алло, Сергей Анатольевич, вы должны расслабить свои плечи. Алло, Сергей Анатольевич, вы должны расслабить свои плечи. У вас есть какие-нибудь вопросы по тому, что сейчас Сансай объяснил? Есть какие-то? Все нормально? Я по детям. У детей типовая ошибка здесь. То есть они проход делают, а рука остается вот здесь вот. Все, как с этим бороться? Может, какие-то наработки есть? Они не протягивают. Что-то, что происходит? Это очень простая, а сейчас что-то отрезает. Идет, чтобы просто двигаться вверх. Главное, что это правильное повторение, не однократное повторение, повторение правильное. Тренер должен показывать ошибку и заставлять их правильнее. В течение всего всего, что в течение всего всего, не будет много раз повторений. Зюдо, как бы очень важно, много и часто повторять, в этом случае есть такая правильность, 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 правильность. Это очень важно, чтобы УК тоже участвовал в этом процессе, правильно давал реакцию, правильно стоял, это очень важно. И вот сейчас Патрик стоит очень хорошо, он стоит правильно, но при этом не сопротивляется слишком сильно, не упирается, и поэтому для Акады先生 очень легко входить в него, а это делать правильную технику, правильную форму, очень просто. Я смотрю, что внутри кто-то нападает, что здесь много сил, а что-то движется в него, как у него работает, что-то движется, и здесь не надо, и здесь не надо. Он сейчас посмотрел, как мы делали, и говорит, что некоторые слишком сильно стоят, упираются, некоторые слишком боятся в сторону. Это неправильно. Нельзя быть слишком расслабленным, нельзя быть слишком сильным. Нельзя быть расслабленным, при этом не конкуренция, чтобы давать вашему партнеру правильно делать. Укера будет хорошо, чтобы украли, что украли, что украли. От этого зависит, как правильно будет делать украли, и вообще вход в прием. Следующий вариант – это подвиг. Следующая точка, да? Это очень простая. Это очень простая. Это очень простая. Теперь от этой точки мы будем… Нога поднимается прямо вверх, и отсюда делает подвиг. Не сбоку. Если вы сюда шагаете, это не очень хорошо, слишком далеко. Вот эта положительная позиция – это лучшая, чтобы ударить Устаря. Вот это… Усори. Укера – не только отражение. Остас Пустили –, как dip с рукой, это сбоку, Things украли – и степы. Него 가я – на正das проще. Выбираясь вверх, а потом вверх, а потом вверх, а потом вверх. Это важно. Не уходите слишком далеко в сторону, иначе будет неправильно. Можно также делать подход, но без броска. Подбив, но без броска. Это сейчас подбив, уже не устоял. Вот такой вариант чукоми. Это вариант чукоми, который вы можете делать без падения, но уже с подбиванием. То есть выбивая немножко ногу, но оставаясь на этой позиции. Еще одно. Когда бросаете. Когда выбивается нога, то есть ваше тело немножко вперед делает наклон. Сейчас потренируемся, но без броска. То есть тоже самое, вход, подбив. Сейчас потеряем, но без броска. То есть тоже самое, вход, подбив. Просто скажи. Кроме этого ничего, только показывает то, что он должен стоять правильно, стоять здесь, стоять ровно. Только постоянное, постоянное. Практика, практика, практика. Попробуйте. Отойдите в сторону кукольности. Как вам будет угодно? Так тоже будет. Он не высокого роста. Для него это слишком опасно, если он будет низким ростом. Просто для диск управления. Вот так? Это нормально, если он будет низким ростом. Если вы говорите, что он выше, то вы можете сюда. Я длинный. Попробуйте. Когда дети стоят, сразу добивать. Сейчас он делает этот шаг назад, и получается, что нет его подбивок. Они удобно. Сюда в итоге... Уширо. Можно поначалу, а поширо. И получаешь, что он... Сюда в итоге. Амари и нагера потокады. Тогда в этом случае лучше использовать на дыру. А то, жеу体 вы влажно. И нужно все равно вперед наклоняться. Не в сторону. Если вы перед подбивом будете наклоняться к нему, это лучше, когда мы делаем что-то, это лучше. Все сидите, сидите. Пробеждая его жизни. Лично я не могу понять, когда я подбиваю эту ногу, постоянно сойдет нога. Каким образом правильно подбить, чтобы у него был правильный выливок, когда две ноги вылетают. Чтобы вот эта нога... Она мешает. Может быть, проблема неправильная в руке? Надо бросать. Может быть, проблема в этой руке? Да, это проблема, которая касается более высокого уровня техники. Сейчас мы остановимся на 8-12 лет. То есть, очень важно, чтобы ребята сохраняли правильную технику. Вот в этом возрасте им нужно давать правильную технику. Мой совет такой. Да, вот это от меня. Просто сказать, чтобы они не отшагивали. Просто... Эта проблема очень легко устраивается. То есть, партнер, когда стоит, просто вы должны говорить, чтобы он стоял на двух ногах. Нет, не уходил. Даже может быть чуть-чуть, эту ногу может быть чуть-чуть отставить назад. И тогда он будет на этой ноге. Вопрос. Первое. Сразу Асотто Гарри делать? Или все-таки Асотто Атоши начинать с маленького возраста? Эээээ... Сначала Асотто Атоши, Асотто Гарри какая? Какая? Назовная на что? Дочная гари? В общем,基本的には Асотто Гарриを指導します. В базе обучается Асотто Гарри? Асотто Гарри на технику. Асотто Гарри на технику, а у него темнее, что Асотто Гарри у него есть. Асотто Атоши, в Асотто Гарри, где вы должны управлять, В этом случае мы будем делать такие варианты. То есть базовое исполнение это Осота Гарри. Осота Атоши это вариант, когда уже индивидуальная техника растет у человека, и он может делать уже такие варианты. Но в базе всегда дается именно Осота Гарри. Давайте попробуем. Поделайте это упражнение, а то мы... Я его могу подпиливать, но он не будет дергаться. Я его могу подпиливать. Посты! В этом случае мы должны быть в основном. Посты, и это так. Подпиливать. Эти части. Эти части. Эти части. Эти части. Может быть, это. Да, конечно. Играет музыка Играет музыка Ну так как есть те, кто кто-то хорошо делает, кто-то не очень Если есть какие-то отзывы, задавайте сейчас Играет музыка Сейчас мы поделаем вариант, когда догоняем Партнер движется от вас, и мы в этот момент делаем галь Чуть-чуть пошире, чтобы было пространство для работы Если я кому-то спиной развернулся, извиняюсь Играет музыка Играет музыка Играет музыка Все те же самые точки, которые мы говорили до этого, то же самое, да, то есть вход, правильная стойка, использование двух рук, выведение из равновесия назад в сторону. В этом направлении, в том числе, когда соприкладываешь, бежать в сторону, то есть движение в сторону, на спину, на спину. Но очень важный момент, когда партнер двигается назад, это постановка опорной ноги. Шаг, который вы делаете, должен быть подлиннее, чем вы делаете обычно, да, когда вы готовите, перед тем, как сделать. Это очень важный момент. Если вы думаете, то вы должны быть в голове одной мысли. Но если вы не думаете, то вы должны быть в голове одной мысли. Не думайте, не усложняйте. Просто в голове должна быть одна мысль. Вы должны поставить свою ногу рядом, сбоку от ноги вашего партнера. Все. Первое – это выведение назад. Ваша задача – просто догнать его и вывести назад. Давайте это упражнение немножко поделаем. Теперь мы сейчас поделали немножко учу коми, когда партнер движется назад. Теперь давайте с броском. Еще один момент, еще раз на важную. Когда вы идете вперед сбок от своего партнера, очень важно. Если вы поделали ногу, то вы поделали ногу. Очень важно, чтобы ваш корпус так же сюда переходил. И ваш вес был на этой ноге. Ровно посмотрите. И очень важно, чтобы ваше бедро, которое с оппонентом, выходило вперед, чтобы оно не оставалось сзади. Видите? Посмотрите. И посмотрите на работу руки, которая работает. Она вначале чуть-чуть подтягивает на себя. И после этого только идет вверх. Это, наверное, трудно. Может быть, немного сложным покажется. Может быть, немного сложным покажется. И давайте побросаем чуть-чуть по пять раз. Каждый пять бросочков один, пять бросочков один. Играет музыка. Играет музыка. Музыка. Броски для тех, кто уже хорошо делает страховку, высокий уровень понимания техники и умений страховаться. Учебники уже получились, поэтому нет проблем. Если вы только начали жюдо, то это очень опасно. Поэтому сейчас понятно, что вы все в уровне нормальной, и вы можете страховаться нормально. Но давайте по поводу тогда, когда в самом начале удается, что делать? Учебники еще не нужны. Теперь объяснение того, что делать, когда партнер не очень хорошо делает учебники, начальное обучение? В первую очередь, когда партнер стоит на колене, и вы атакуете ту ногу, которая на одном колене стоит. Вы конечно же думаете, что это очень же, поэтому вы не можете делать так же. Вы просто одни. А вот это очень же, чем все вы можете делать. Теперь вы видите, что у меня есть разные высоты. Поэтому вы сейчас мы сделали разные высоты, которые вы делали в начале, их сейчас нельзя выполнить, да? Да, точно так же. Это не так, что это не так, но не так, что это не так. Поэтому вы начинаете делать, но это очень похожее, то есть, что должно быть. То есть, образ должны держать в голове правильную. Один, два, три, два, три. В конце очень важный момент, посмотрите, контролируется рука, чтобы она не отпускать, не разрывать. Это в начале, потом тоже самое. И потихонечку, потихонечку, без силы, просто по этапу. И чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Принцип такой, с низкого положения до высокого, постепенно поднимаемся, так, чтобы партнер привыкал к падению. И скорость броска тоже самое, с низкой, постепенно поднимаем до высокого. В конце концов, я хочу показать, что это не так, но это не так. Я хочу показать, что это не так. Это не так. Это не базовый вариант, это вариант для начинающих, который показывается тогда, когда дети только начинают, и потом они уже демонстрируют эту технику. Укеми начинается с того, что сначала самостоятельно делается, правильное Укеми, который сейчас показал упражнения, которые правильно должны делаться, то есть сначала делается самостоятельно, после этого. Укеми начинается с другой стороны, а потом делается в право-лево. Укеми начинается с другой стороны, потом делаем разворот назад и после этого скручиваем. То есть очень похоже падение на то, как будет после Укеми. После этого встаем в сторону. То же самое. То есть когда вы делаете этот шаг назад, ваш партнер шагает вперед. То есть это с другой стороны, и это с другой стороны укропа. После этого вы должны сделать Укеми с ноги, да большое. То есть, с другой стороны. То есть, если вы делаете Укеми, то вы должны контролировать двумя руками Укеми. Делаете тай собаки и просто используйте свои руки. Здесь это отработка сейчас, да, это работа для Уке. То есть это Уке работает. Это не то, что бросок. Тут больше сейчас работа Уке. То есть он должен отработать и постепенно с низкого уровня до высокого подняться, не бояться падать. Следующий. Следующий шаг. Да, то есть давите на него сначала и потом тянет вперед. Здесь страхов. Давайте вот немножко падение сейчас поотрабатываем, так, чтобы вас в голове осталось. Следующий шаг. Следующий шаг. Следующий шаг. Следующий шаг. Следующий шаг. Ну, вот, это база по Укеми. Сейчас мы ее закончили. Сейчас, когда Сэнсэй расскажет немножко для выведения из равновесия, да, Кудзуши, для бросков вперед, такие как Тая Тоши, Учимата, Харая Гоши. Примерно, да, для этих техник он будет Чукоми и Кудзуши. Подготовка. Очень важная, очень важная вещь для этого, это пространство между партнерами для подготовки этих приемов. Не надо слишком близко подходить к партнеру. В этом случае у вас не будет пространства для того, чтобы вывести его из равновесия вперед. Вот должно быть примерно такое пространство для того, чтобы хорошо вывести его вперед. Используем две руки. Попробуем все. Таким образом, необязательно, что, по-другому, что вывести его в 一ом направлении. По-другому, опять же. Согласно, что по-другому. Большое, что в плотном направлении. Здесь в середине, мы с гум Modа, мы с последним. Первое это расстояние, пространство, дистанция, и используйте свои руки. Сейчас мы никакую технику не делаем, только выведение из равновесия, только кузуши. Это база для многих бросков вперед, которые мы делаем. Давайте немножко поделаем это упражнение. Все, да? Да, хорошо. Мы как бы изучали всегда вот этот палец, сюда. Побольше, я сказал, протянем это сюда. Палец, это палец лучше. Вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так. Наре, как у нас, на буре. Сверху, по-русу, 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 по-русу. Смотрите, когда вы можете атаковать свои ноги, тогда рука сюда уходит. Точно так же можно делать с этим, но направление вперёд-вверх. Вот это движение. Смотрите, вот это движение. Вот это движение. Ну, как бы это в идеале. Конечно, в соревновании, когда партнёр держит крепко, захват, конечно, очень тяжело поднять вверх. Но стараясь поднять вверх, вы будете тянуть его. Это как тренировка. Чем выше вы тянете, это тренируется. Собрались? Смотрите. Еще раз, так как много вопросов по тому, как работают руки. Смотрите. Еще одно объяснение по этому поводу. Смотрите. 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 Вариант работы хиките – это разворот запястья. Посмотрите. И вытягиваем вверх. Вперед – вверх. Конечно же, когда в борьбе борются, в соревнованиях, партнер более крепко держит, напрягается, и поэтому, конечно же, вытянуть сюда эту руку не удастся. Но этого будет достаточно, если вы будете продолжать работать, если в голове будет такой же образ, что вы тянете руку вверх, этого будет вполне достаточно для того, чтобы вытянуть партнера немножко вперед, этого достаточно для выведения из равновесия. И если вы даже до этого уровня вытянуть руку, то вам легко будет использовать свое тело, и вы легко своим телом сможете повернуться. Если вы будете просто тянуть вперед, то если партнер будет напрягаться, он будет закрывать своим локтем пространство здесь, и вам не будет возможности развернуться, вы не сможете выполнить технику. Поэтому должен быть образ такой, что изо всех сил вы должны стараться тянуть руку вперед-вверх. И это как упражнение будет очень хорошо. Две руки работают. И посмотрите обязательно, вот этот вот сделал еще один акцент. Посмотрите, пожалуйста, на подготовку тела. Очень важна работа ног и бедер. Посмотрите. В этом случае это комбинация, это совместная работа тела, ног, всего, то есть рук, всего корпуса. И иногда? Я потому, что weaken. И я думаю, что у меня вот этот раз40, это не правильный вариант, который показывает сейчас унесение. Вы говорят, что иногда вы таке ошибки на это за нули. Когда вы слишком локтете, и, но при этом, как бы партнеру не выходите из реакции. Это неправильный вариант. Если у вас не будет, то это важно. Это важно. Когда сильно ударяется грудь в грудь, это хорошо, но это не обязательно для техники. Самое важное, что у вас не будет. Важнее, выводить противника из равновесия. Важнее, выводите силу ног, отталкивайтесь от татами, используйте силу бедер при повороте и переводите ее в руки. А стопы как работают? Сейчас он объяснял, да, без поворотов, без стоп, без все, просто для того, чтобы вначале немножко с обходом делал. Он спросил о ногах, движении. На полной стопе или на мысочке? На передней части. Не надо стоять прямо на носочках, но вы должны в передней части стопы заменять. Когда подходит, то очень важно, как знаете, есть образ такой, под пяткой лист бумаги. То есть она не касается, но при этом у вас вес на пятках не стоит, чтобы вы не падали назад. То есть вес на передней части стопы для того, чтобы вы здесь могли устойчиво быть. При этом не стоять на носках, потому что это тоже неправильно. И вот, если у вас вес на 20 минут, то есть вес на 20 минут. И очень важно, когда вы подходите в прием, да, при входе в прием, при развороте, немножко понижать, да, корпус садится чуть-чуть для ног, для того, чтобы в момент работы, когда вы начинаете бросок, использовать силу ног тоже, для подбива. Да, мы попробуем делать это на ногах, а потом давайте. Давайте сейчас попробуем вот это хикидас. Стой, стой. Стой, стой. Продолжение следует... Продолжение следует...